В 4 года Ксения Евдокимова выбрала спорт, который навсегда изменил ее жизнь – художественную гимнастику. На пробное занятие ее привел папа. Мама же хотела отдать в большой теннис. Но маленькую Ксюшу покорила красота и грациозность опытных гимнасток. Уже 7 лет девушка занимается в Гродненской с дюшер номер 3. Из них последние 3 года с тренером Мариной Анатольевной. Она очень эмоциональная. У нее какое-то свое видение упражнения, свое видение движения. Это очень важно. Я даже в этот процесс не вмешиваюсь, потому что она немножко видит гимнастику по-другому. Я хочу сохранить ее индивидуальность. Но она очень расстроится, когда у нее сразу не получается. Вот ей надо, чтобы сразу получилось. У нее бывает такое, что поскакивает, у нее сразу все получилось. А потом через какое-то время надо же поработать, чтобы это стабильно получалось. И тут уже у нас начинаются такие трения. Поэтому мы учимся выдерживать, много делать. Справляться со сложностями Ксения учится каждый день. И, несмотря на все трудности, не жалеет, что когда-то выбрала именно этот вид спорта. У меня сразу обычно не получается. Всегда... У меня раньше и сейчас иногда могу психануть. Но это очень... Стараюсь сдерживать себя. Стараюсь долго учить. Ну, и если долго мучиться, что-нибудь получится. Поэтому... Ну, все отрабатывается когда-нибудь. Даже если очень... Даже если не получается, потом когда-нибудь получится. Залог отличного результата – тысяча повторений. Этого девиза придерживаются и Ксения, и тренер. Большая нагрузка не пугает юную спортсменку. По ее словам, к напряженным многочасовым тренировкам она привыкла. А сильную усталость ощущает только во время изучения нового материала. Предмет любимый я не могу выделить, потому что как будто говорят, что предметы живые. Они все чувствуют, поэтому такого нет. Хотя раньше были элементы. Наверное, мой любимый поворот в планше и поворот в заднем, может быть. В свои 11 лет Ксения не раз выступала перед требовательным жюри. Секреты спокойствия на гимнастическом ковре – привыкнуть к залу и освоиться в новой обстановке. Самый первый раз, когда я поехала во дворец художественной гимнастики, мне было 6 лет, я поехала на соревнования «Олимпийские надежды». Как только я зашла в холл, даже не в зал, я посмотрела с такими круглыми глазами, сразу испугалась, заплакала. Потом меня привели в хореографический зал, я начала разминаться. Потом меня оставили одну. Мне тоже сразу так страшно стало, потому что первый раз в таком большом зале. Ну, когда я пришла в зал, уже впечатления были просто вау. Куда меня привели? И просто это было очень классно, интересно было познавать новое. Спортивные успехи Ксении открывают перед ней широкие возможности. Тренер планирует передать девушку в Центр олимпийской подготовки, чтобы в будущем она вошла в сборную страны. Класс очень удачный этот год был у Ксюши. Как вот она начала с февраля месяца, выиграла «Олимпийские надежды» в упражнении с булавами. И так сразу засветилась, просмотрелась. Потом очень много выигрывалось. Такие соревнования юная гимнасточка. Вот она там была первая всегда на пьедестале. Был летом турнир «Крустальная роза», который раньше был этапом Кубка мира. А сейчас это просто международный турнир с приезда российских гимнасток. Очень много было достаточно именитых спортсменок. И она там была третья тоже в упражнении с булавами. Потом был крупнейший международный турнир Марина Лобач, нашей олимпийской чемпионки. Она там была третья в наговоре. В неофициальном зачете, потому что было награждение двух от страны. Но она была реально третья. Но так как награждали две от страны, то третья была девочка из России. Уже полученные титулы только начало. Ксения мечтает о главной награде для любого спортсмена – олимпийской медали. И делает все, чтобы эта мечта стала реальностью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok